Кошки Кошки являются животными-компаньонами и любимцами людей по всему миру. Но они не всегда обитали на диванах. Дикие родственники домашней кошки – это животные, ведущие одиночный образ жизни. Они бродят по Африке, Европе и Азии. Они принадлежат к виду Фелис Сильвестрис, который включает пять подвидов. Только один из них был успешно приручен. Фелис Сильвестрис Либико – африканская дикая кошка. Как же этот скромный, непритязательный хищник завоевал себе место рядом с людьми во всем мире? Чтобы это выяснить, группа ученых проанализировала более 200 останков кошек из таких мест, как могилы викингов, египетские захоронения и стоянки каменного века. Команда начала с извлечения ДНК из костей и зубов. Это нужно было сделать очень тщательно, чтобы образцы не были загрязнены в современной среде из-за взаимодействия с воздухом или кожей исследователей. Сравнение ДНК кошек показало, что их одомашнивание происходило в два этапа. Оно началось тысячи лет назад на Ближнем Востоке, где стало развиваться сельское хозяйство. Первые земледельцы хранили зерно прямо на полях. Зерно привлекало и мышей, а мыши привлекали кошек. Вероятно, увидев пользу от присутствия кошек, земледельцы стали первыми людьми, которые успешно их приручили. Исследование ДНК показывает, что эти дружелюбные кошки стали бесстрашными путешественниками и появились на территории современных Болгарии и Румынии 6 тысяч лет назад. Но кошки из Ближнего Востока, которых приручили и которые затем распространялись, это лишь первый этап. Через несколько тысяч лет в Древнем Египте произошла вторая волна одомашнивания кошек. Египетские кошки, похоже, были очень популярны. Исследователи обнаружили доказательства того, что эти животные попали в Европу в эпоху доминирования Рима и за несколько веков стали более распространенными, чем кошки из Ближнего Востока. Египетские кошки распространились еще больше в эпоху викингов. Грызуны были проблемой не только на полях, но и на кораблях, и в средние века для моряков стало обязательным держать кота на борту. Исследователи обнаружили ДНК египетской кошки в Ральсвике, крупном торговом центре VII-XII веков. Предполагается, что египетских кошек перевозили по морским торговым маршрутам в Северную Европу. В течение тысяч лет кошки ценились главным образом, как истребители грызунов. Видимо, значительно позже люди заинтересовались тем, как выглядели их кошки. Исследователи проверили ДНК на предмет генетического маркера, который отвечает за окрас пятнистой таби. Этот окрас распространен у современных домашних кошек, но не встречается у диких кошек, на шкуре которых имеется другой узор. Окрас пятнистой таби впервые появляется у кошек в Западной Турции в XIV веке. К XIX столетию он стал вполне обычным. Некоторые родом с Ближнего Востока, некоторые из Египта. Таковы эти причудливые кошки, которых мы знаем и любим сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok